Так, здрасте, дорогая публика. Значит, мы беседуем сейчас с Владимиром Ивановичем Алиповым. Он за кадром, а вот тут в кадре со мной рядышком на соседнем экране Елена Борисовна, а с ней и котенок Муня, да? Муня, это кошечка Муня, она ищет себе добрых хозяев. Она сестра котика Шуни, но котик Шуни больше известен моим зрителям под прозвищем Алдувайц. А я эту Муню знаю как червяка. Когда она была маленькая, ее кормили мы из шприца, вот, она вся извивалась, есть не хотела. Она капризничает до сих пор. Но если бы мы не побороли ее капризы, ее бы не просто не было. Она не капризничает, она просто активная, и она сегодня была привита в том числе и от бешенства. Так что она не будет бешеной, так что она будет скромной девочкой. Владимир Иванович, а что-то вы голос не подаете? Вы хотели нам сказать... Да, я хотел сказать, что на самом деле я не прячусь, я вот на руках у Елены Борисовны. Вот я сейчас соскочил, да, и подбежал к микрофону. Да, к микрофону, чтобы рассказать про бактерии. Вы показали свое настоящее лицо, теперь все знаем, да? Да. Понятно. Вы хотели нам про бактерии рассказать, как бактерии, живя в нашем организме, нами управляют. Вообще-то говоря, цель нашего существования – это кормить бактерии. Все наши прочие перипетии, мировые войны, полеты в космос, открытия и закрытия – это все так побочно. Это все бактерии устраивают, да, то есть бактерии устраивают все войны, они хотят, чтобы мы сделали космические корабли и перенесли их, соответственно, на другие планеты, в другие цивилизации, в другие миры. То есть мы вот, да, обслуживаем этих ребят. Я вам более того хочу сказать. В общем, удивительно очень, но это не шутка. Этот самый академик, директор Института фундаментальных проблем биологии, господи, он был крепостной того, кто МГО основал. Как его? Основатель МГО? Шувалов. Шувалов, да, его фамилия Шувалов, вот по его барину, да, он от Шуваловских крепостных. И он говорил, что вот, я его спрашивал, в чем смысл того, что вот появилась жизнь, значит, сознательная какая-то, разумная жизнь, а в том, чтобы перенести жизнь на другие планеты. Вот в этом, так сказать, цель телеологичная. Можно я добавлю по поводу, спущу вас с небес на землю? Я как-то пришла к гастроэнтерологу, и гастроэнтеролог говорит, а что вы любите есть? Я говорю, ну, сыр, там, ну, вкусные, там, молочные продукты, она такая, это просто, у вас живут неправильные бактерии в организме. Они вас заставляют это делать. Вот когда мы вас вылечим, вот, то вы, значит, перестанете быть рабом своих бактерий. Я сижу такая, думаю, блин, ты кандидат наук, пипец, пять тысяч вообще на ветер спустила, подумала я, вот, и ушла тихонечко солнцем полимая в закат. Ну, может, она была права, и Владимир Иванович нам сейчас расскажет всю правду. Владимир Иванович, что же там с... Да, так, Ирина Борисовна, может быть, вы правда сейчас пролечите, и всё, и перестаньте есть сыр. Представьте, вот, какое удивление будет. То есть, вы мне хотите последнее, что меня радует в жизни, котики и сыр. И всё, забрать у меня последнюю радость. Кстати, забирайте котиков, господа, котики хорошие, они вам понравятся. Борис Сергеевич вам привезёт. Вот у нас котя, кошечка Маруси и кошечка Буси живут у хозяев, они вам расскажут, как они их любят. А теперь Владимир Иванович собирается ещё и сыр у меня забрать. Ну, давайте, Владимир Иванович, бейте. Ну, мы да, мы уже, на самом деле, как говорится, кто только нами не управлял, потому что мы вот как раз про котиков говорили, что у котиков бывают токсоплазмы, токсоплазмы залезают потом мозг человеку и управляют поведением человека. Да, то есть там, конечно, это не так, что они заставляют человека действительно любить котов. То есть мы любим котов искренне. Да, если вам понравился кто-то из котят, забирайте. Это не бактерии, вас заставили его любить. Вот. Но они действительно меняют наше поведение, мы становимся более рискованными, скорее всего. Да, то есть что-то они там в нашем мозге меняют. Ну, а они забираются прямо непосредственно в наш головной мозг. Так, а сегодня мы поговорим про бактерии, которые, собственно, живут в каких-то других местах нашего организма, но вот влияют на нашу жизнь. И здесь надо, ну, некоторая такая ремарка. Дело в том, что действительно мы больше бактерий, чем человек, да, то есть в любом смысле. То есть, на самом деле, если мы посмотрим просто по количеству клеток, да, то количество клеток бактерий больше, чем количество клеток нашего организма, которые на нас находятся. Да? Серьезно? Да, просто они, конечно, маленькие, да, поэтому нам там... А скажите, пожалуйста, а какова же суммарная масса бактерий, которые в нас живут? Это где-то 2-3 килограмма, вот, может быть, чуть-чуть побольше, да, там, в зависимости, конечно, от размера человека, в целом 2-3 килограмма. И в основном эти килограммы, они сидят у нас в толстой кишке, их там больше всего. Но, конечно, они разбросаны по всему остальному организму. 2-3 килограмма в толстой кишке, да не может быть, насколько там не помещается, извините. Ну-ка, она большая, на самом деле, кишка-то большая. А это ещё только одни бактерии, а там ведь ещё то, что там... Они не выходят потом с химусом-то наружу? Какая часть, конечно, да, смывается. Там есть несколько вариантов, есть те бактерии, которые живут в просвете кишки, вот их смывают, да, там они... Есть там, собственно, для некоторых из них даже есть такое название транзиторные бактерии, то есть они оказываются в просвете, там, с пищей как-то попали. Вот, но они такие мимолётные попутчики наши, потому что они вылетают сразу из нас. А есть те, которые живут пристеночной, прямо на этой стенке, они к ней крепятся, да, образуют такой слой. И, соответственно, ну, так вот, агрегирующие бактерии, ну, вот они, соответственно, не смываются, да, то есть они могут жить дольше, они там могут, причём в складках кишки, там, довольно глубоко закапываться и сидеть там себе почувать, да, заниматься своими бактериальными делами. Вот, ну, конечно, у нас не только в кишке они живут, они живут ещё на коже, их достаточно много, они живут в полости рта, они живут в верхних дыхательных путях. И вот недавно, соответственно, была история, ну, мы всегда думали, что это окей, там, в... Ну, кстати, вот в кишке то, что много бактерий, это, ну, нас сами все знали, это довольно опасная штука, именно поэтому если у человека, там, происходит повреждение именно толстой кишки, это очень часто такое окололетальное состояние, а очень опасно. То есть это называется такой каловый перитонит, то есть если из-за повреждения толстой кишки, там её содержимое оказывается в брюшной полости, там возникает такое опасное воспаление, что очень часто с ним невозможно уже справиться. Вот такие вот страшные вещи. Но мы думали, что окей, там, в кишке эти бактерии живут, но, по крайней мере, там, в крови у человека их быть не должно. Ну, вот оказывается, что даже за пределами каких-то заболеваний, когда там бактерии оказываются в крови, ну, такое может быть там при брюшном тифе, при различных генерализованных других заболеваниях, когда они могут либо транзиторно тоже там в крови находиться, путешествуя тоже по ней как бы как по дорогам, либо там действительно обосноваться, размножаться, делать какие-то отсевы. Вот когда они настолько себя вальяжно ведут, мы называем это сепсис, да, заражение крови. Но даже вот за пределами таких экстремальных состояний у человека в крови, оказывается, тоже какие-то бактерии добывают, несмотря на то, что там очень мощная стерилизующая система есть, которая там и из клеток иммунной системы, и из так называемых факторов комплимента, которые просто почти любую бактерию сжигают сразу там вести, всё равно там кто-то обнаруживается. И недавно мы даже, ну, было несколько работ таких вот, как бы они сейчас очень противоречивые, но это, по крайней мере, такое поле для дискуссий. А что там с головным мозгом человека? То есть мы долго искали, есть ли там иммунная система. Вот оказалось, что исследуя как раз мозг людей, которые погибли от ВИЧ-инфекции, там в головном мозге обнаруживались следы каких-то микроорганизмов. То есть их так мало, да, что мы самих их не находим, но можем найти их фрагменты нуклеиновых кислот, их генома. И так, откуда же они там могли попасть? Да, и вот первая идея была в том, что, ну, как бы загрязнили, да, то есть это, может быть, когда вы готовите образцы, вы немножко там пара молекул этих бактерий, которые у вас на руках живут там или ещё где-то попали в эти образцы. Другая идея в том, что, ну да, даже если они правда там есть, это не загрязнение, то это же мозг ВИЧ-инфицированных, что они, соответственно, там нарушен гематоэнцефалический барьер, и понятное дело, что там мозг много что проникает, в том числе там и простейшие, и те же тексоплазмы могут устраивать, и грибы даже могут расти, что там только может не быть. Поэтому, мол, неудивительно. Вот, ну и, наконец, недавно было несколько работ тоже опубликовано, где исследовался уже мозг здоровых людей, и даже там вроде как что-то обнаружили. Но это пока вот требует какого-то подтверждения, и даже если они там есть, то что в крови, что в мозгу у нас их очень-очень мало. Да, то есть это... Я помню просто как-то один автор, ну, он очень буквально, видимо, воспринял фразу о том, что клеток бактерий больше, чем клеток нашего собственного организма. И он реально вот рисовал такую картину, что есть каждая клетка нашего организма, предположим, там нервная клетка, и она прямо окружена такой свитой из бактериальных клеток. Что, естественно, не так, да? То есть они действительно в основном все находятся в нашем кишечнике. Вот. Это вот то, что, скажем, это вот если мы посмотрим на них просто, не знаю, анатомически, по массе, но даже если мы посмотрим на это генетически, то есть на нас как бы кто мы? Homo sapiens или там какая-нибудь лактобактерия или бактероид, то окажется, что мы, скорее всего, бактерия, да? А не Homo sapiens, потому что даже по генам, если просто выделить уникальные гены, просто взять там человека, скажем, какой-то пришелец бы схватил человека и выделил бы из нее просто всю ДНК, которая в нем содержится, из всех клеток, и потом выделил бы только уникальные гены, уникальные последовательности, то он обнаружил бы, что там бактериальных генов, их в десятки, а то и в сотни раз больше, чем человеческих, да? То есть мы там человек, ну, в лучшем случае там на 10%, вот, а на 90% мы бактерия, да, то есть мы все-таки какой-то микроорганизм. Ну, здесь вот некоторое философское такое отступление, да, по поводу того вот, как в биологии вообще на это смотрят, потому что, ну, с одной стороны, можно сказать, ну, что что... Это шокирующая вообще история, честно говоря, вы как-то шокируете. Прям, да, это необычно. Ну, вот как бы здесь есть такое простое психологическое защита, типа, ну, живут они на нас и живут. Какая разница? То есть там, не знаю, на каком-нибудь слона там грязь прилипла, у него тоже там будет какие-то бактерии. Не значит ли это, что слон определяется, да, вот этой грязью, которая к нему прилипает. И здесь вот такой удар наступает, да, потому что мы знаем, что многие организмы, там, термиты те же, жвачные животные, они не просто существуют вместе со своими этими микроорганизмами, они не могут без них вообще существовать. Да, то есть у термитов, у них основная, там, источник пищи – это целлюлоза, да. Вот они эту целлюлозу сами не могут переваривать, и мы, кстати, тоже не можем клетчатку переваривать. Но этим занимаются бактерии специальные. И, по сути, если бы этих бактерий не было, то термит бы просто умер с голоду. И самое еще более необычное, что эти же бактерии, они дают термиту не только возможность переваривать клетчатку, они дают им еще возможность получать азот, то есть азот, который они могут использовать для синтеза собственных белков. То есть это вообще как бы вау. То есть непонятно, кто там главный вообще, да. То есть это больше похоже на то, что термит – это такая ходячая большая капсула для того, чтобы инкубировать этих бактерий в хороших, комфортных условиях. Потому что они-то без него выжить могут, а вот он без них выжить нет. И то же самое касается жвачных животных. Там корова, у него огромный гигантский желудок, многокамерный, и у них там, есть специальные инфузории. Внутри этих инфузорий есть свои тоже бактерии, которые помогают им переваривать всю ту растительную пищу, которую они едят. Без них, опять же, да, эти здоровые гигантские коровы, казалось бы, да, они никакую пищу усваивать не смогли. И просто погибли с голодом. Вот. И здесь возникает вопрос, а вот насколько те бактерии, которые на нас живут, они такую же важную функцию для нас с вами несут? И вот оказывается, что действительно то, что называется нормальная микрофлора, она нам нужна, потому что она в кишечнике помогает переваривать какие-то вещи, ту же клетчатку тоже. Они помогают и сами образуют определенные биологически активные вещества, вроде витаминов, некоторых гормоноподобных веществ. И самое главное, что они защищают нас от болезнетворных бактерий. То есть у них есть такое свойство, которое называется колониальная резистентность. Когда бактерии растут, опять же, на каком-то участке стенки нашего кишечника, они дают там расти плохим бактериям. Ну, это как бы такая бактериальная крыша. То есть одни бандиты, такие более-менее хорошие, свои, они не дают размножаться другим бандитам. И это на самом деле очень важное свойство, потому что мы знаем, что если нарушать эту колониальную резистентность, то у человека могут быть на месте сразу развиваться уже патогенные какие-то заболевания с этим связаны. Ну, это вот все, наверное, такое... Про это давно уже было известно, то есть именно поэтому там не нужно просто так использовать антибиотики, потому что это может привести к тому, что как раз нарушаете нормальную микрофлору свою. Вот, а это может привести к заболеваниям кишечника и кожи, там, полости рта. Это может привести к тому, что у вас будут появляться резистентные штаммы болезнетворных бактерий и все с этим связано. Но как будто в этом нет ничего удивительного. Ну, хотя уже мы несколько удивительных вещей сказали, да, то, что человек – это скорее бактерия, и что мы – суперорганизм, да, который как матрешка, в него вложены несколько организмов разного уровня организации. Вот. И, наконец, вот более важная такая интересная вещь, которой сейчас все занимаются, это вот могут ли эти бактерии каким-то образом выделять какие-то вещества, которые могут влиять на наше с вами поведение, может быть, благополучие и так далее. И вот оказывается... Можно я хочу сказать, Владимир Владимирович, я тут слышала, это такая была модная тема несколько лет назад, что вообще некоторые типы депрессии, они возникают не из-за того, что вот у вас, знаете, там в мозгу что-то не так, да, там сидит, а в том, что у вас в кишках какие-то даже живут механизмы, которые должны помогать улавливать серотонин, и вот там они на самом деле плохо работают, работают, и поэтому вот даже там при боли в животе иногда надо назначать не обезболивающие, там какие-то лекарства, а тоже антидепрессанты, в общем, ну такая какая-то такая странная история, но это тоже серии, вот знаете, читал я одного куча в интернете, да, ну, который пересказывал какую-то английскую популярную книжку. Да, на самом деле здесь несколько проблем есть, да, то есть первая проблема это в том, что депрессия не связана с серотонином, и вероятно там просто с обменом каких-то веществ, то есть есть ситуации, когда у человека из-за проблем с питанием, там какие-то заболевания соматических, есть депрессивные симптомы, да, но это все-таки не депрессия, вот, но все-таки здесь есть зерно истины, потому что вот сейчас мы знаем, что есть такая процедура для контроля как раз там, в том числе резистентной депрессии, при которой не помогает ни препараты, ни психотерапия, никакие там электросудорожные даже терапии не помогают, которая заключается в том, что людям стимулирует дуждающий нерв. Дуждающий нерв – это большой, один из самых крупных нервов, который относится к автономной, да, вегетативной нервной системе, которую мы не управляем, он управляет, по сути, внутренними органами, он идет там у нас из прилагового мозга, ветвится по всему организму, и к сердцу подходит, и к желудку, там, и к кишечнику, да, собственно, поэтому он называется блуждающий. И кроме того, что он как бы сам управляет, управляет частотой сердечных сокращений, секрецией железа желудка, перистальтикой, он еще также и передает какие-то сигналы в головной мозг. Собственно, долгое время было непонятно, что это там за сигнал, но, вероятно, какие-то рефлексы, связанные с вот этой вегетативной нервной системой и так далее. Но вот недавно оказалось, что включение как бы стимуляции блуждающего нерва, она может приводить к тому, что у человека активируется система норадреналина, ацетилхолина, которая как бы повышает активность коры, именно действует на кору головного мозга. Также были обнаружены зоны. Собственно, опять же, это какая-то вещь, наверное, которая кажется очень контринтуитивной, что у нерва, который заканчивается, который как бы собирает информацию от внутренних органов, у него есть представительство в коре головного мозга, в разных отделах, и в зрительной коре, и в слуховой коре, и в темной коре. Во-первых, вопрос, зачем это нужно, ну, мы пока этого не знаем. Но мы знаем, что, соответственно, стимуляция блуждающего нерва приводит к активации соответствующей этих групп, то есть к такой активации коры человека. И когда мы это делаем пациентам с депрессией, и не только с депрессией, но и с эпилепсией, например, это помогает им контролировать их заболевание. В случае, когда больше ничего вообще не помогает. А, простите, как вы стимулируете? То есть электрическим каким-то током подводите? Да, то есть это электрод, да, просто есть... Это можно на шее делать. Сейчас есть такие другие методы, когда, например, отдельные ветви стимулируют блуждающую нерву. Это очень больно, или это просто вот... Нет, это не больно, да, это не больно, да. Блуждающий нерв, он не несёт с собой болевую импульсацию, да, то есть даже если его сильно там шадарахнуть, боль человек не почувствует, да. Вот, но всё равно используются такие вот физиологические просто уровни, чтобы как бы его мягко простимулировать, да. Вот, иногда вот действительно там какую-нибудь веточку блуждающего нерва на мочке уха у человека стимулирует, так вот. Электрически стимулирует, это приводит к тому, что как бы он получает эффекты, то есть у него настроение улучшается, тревога снижается, вот, и контролируется эпилепсия. То есть на эту тему очень много, на самом деле, обзоров уже есть. Вот, и тут... Ого, окей, интересно, да. Да, и тут оказывается, что, оказывается, микрофлора нашего кишечника может влиять вот на этот блуждающий нерв. То есть было показано, что определённые виды микроорганизмов у нас в кишечнике, в основном лактобациллы, они могут продуцировать вещества, похожие или прям саму гамма-аминомасляную кислоту. Эта гамма-аминомасляная кислота, конечно, не проходит там через гематоэнцефалические барьеры, всё такое, но она воздействует на блуждающий нерв и стимулирует его. То есть таким образом получается так, что если эти бактерии есть, и с ними всё хорошо, то, соответственно, есть какая-то постоянная такая стимуляция этого блуждающего нерва. Непонятно, о чём она нужна, о чём она говорит, какой эволюционный в этом смысл может быть, да, но как бы человеку становится лучше. И вот на животных было показано, что, если мы заберём этих бактерий, то есть, например, можно сделать так, что просто вырастить животное, у которого нету микрофлора в кишечнике, да, то у него, соответственно, нарушается вот эта вот активность системы блуждающего нервы. Либо, если, как контроль, взять животное, у которого уже есть микрофлора, но убить её с помощью антибиотиков полностью. То есть полностью уничтожить, не там не частично, да, как там люди делают, когда принимают антибиотики, а прямо полностью выжечь, то то же самое, да, нарушается активность блуждающего нерва. И, возможно, вот есть какая-то связь между тем, чтобы нормальная микрофлора существовала, это как-то влияло на наше с вами настроение. Вот. Понимаете, что это какой-то не ультимативный эффект, и нарушение этого процесса не вызовет депрессию, естественно, но это, по крайней мере, интересно, да, то есть это можно как-то использовать в терапевтический, потому что вот эта стимуляция электродом блуждающего нерва, она такая, ну, как бы грубая, что ли, то есть мы все волокна блуждающего нерва одновременно стимулируем, в том числе и те, которые идут в обратном направлении, то есть эфферентно, да. А так получается-то, что человек, что там какие-то отдельные нужные волокна, именно те, которые идут в головной мозг, туда, куда нужно, то есть прям вот как все это должно быть. Вот. Это одна часть, да, этой истории. И вторая часть этой истории, тоже интересная, это то, что, ну, во-первых, они могут много других педагогически активных веществ производить, в том числе там похожие на нейротрофические факторы, тоже как-то влиять на местную нервную систему, то, что она центральная, там, или метасимпатическая нервная система. Это все, конечно, интересно, но там есть вот такой класс веществ, который называется короткоцепочечные жирные кислоты, то есть там ацетат, пропионат, бутерат, то есть там, где два атома углерода, три атома углерода, четыре атома углерода, да, такие вот коротенькие жирные кислоты, что они могут воздействовать на клетки нашего кишечника, заставляя их выделять определенные интересные гормоны. Вот почему это интересно, потому что сейчас вот все ходят с аземпиком и говорят, что вот у нас есть такое лекарство, которое помогает людям худеть, классное, вот давайте посмотрим, как оно работает, а почему люди худеют, почему у людей, у которых сахарный небес второго типа, аземпик помогает, да, потому что он является агонистом кулькогоноподобного пептида-1, это такое вещество, которое воздействует на головной мозг, оно снижает чувство голода, да, человек начинает просто есть меньше, он быстрее насыщается, да, соответственно, поэтому у него падает уровень глюкозы в крови, поэтому он теряет вес, ну, как бы круто, да, кто бы не хотел такого, такая мягкая, по сути, мягкий способ похудеть. Ну, чай, знаете, тоже, это как замена бариатрии, бариатрии же, она же тоже, по сути говоря, просто тебе не дает есть много в течение, там, полутора-двух лет, а дальше, ну, ты снова растягиваешь желудок, и просто если ты за это время не похудела и, там, не перестроился и всё такое, ну, ты, как бы, повторяешь то же самое. Здесь просто вы не режете желудок, но тут вопрос, да, тут вопрос, как бы, ну, а механиста тут-то какой, в отличие от желудка, отрезания желудка, непонятно. Да, ну, тут проблема именно в том, что когда мы режем желудок, это всё-таки операция, да, и мы не хотели бы, наверное, чтобы людям, ну, лишний раз просто какая-то была полостная операция или, ну, просто, там, какое-то вмешательство в кишечник, а здесь, по сути, такая мягкая, получается, таблетка, которая действует через естественный механизм, да. И вот оказалось, что когда на энтероциты попадают эти короткоцепочные жирные кислоты, они как раз стимулируют выработку этого глюкогоноподобного пептида-1 этими клетками кишечника, то есть получается так, что это такой эндогенный наш собственный аземпик. И из интересного оказалось, что выработка этих короткоцепочных жирных кислот, она зависит от активности как раз нашей микрофлоры, которая вырабатывает их из клетчатки, которая поступает в толстую кишку. То есть если человек там ест недостаточно много свежих овощей и вообще растительной пищи, то у него мало вырабатывается этих получается короткоцепочные жирные кислоты, и у них поэтому дольше чувствует чувство голода, да. Понимаете, что там есть еще вещи, связанные с механическим растяжением, да. То есть все-таки, конечно, он наедается, не одним этим КПП-1 там все это работает, вот, и он может стимулироваться разными путями, но это получается один из важных таких путей, вот. И таким образом получается, что мы нашли еще какой-то один такой важный, наверное, компонент того, почему клетчатку есть нужно, не только потому, что это чисто механически помогает нам влиять на перистальтику кишечника, соответственно, здоровье кишечника, но и, соответственно, потому что там в свежих овощах, фруктах могут съезжаться какие-то необходимые нам витамины, микроэлементы, но вот и потому, что это влияет на нашу микрофлору, то есть мы ее подкармливаем, она, во-первых, мы таким образом поддерживаем ее, получается, в здоровом состоянии, в нормальном составе, она защищает от патогенных заболеваний кишечника, но и в свою очередь она вот выделяет такие вещества, которые влияют таким образом на наше чувство голода, чувство насыщения. Ну, это довольно прикольно, довольно забавно, вот. По сути, такое, получается, поесть клетчатки, это такой бесплатный, ну, пускай гораздо более слабый вариант, да, но все равно азимпика, который доступен жителям СНГ. Ну, а клетчатки, вот что поесть клетчатки? Ну, я, например, там что ем? Я, например, ем псиллиум и какие-то типа отруби, которые там в магазине, типа, там я купила, они какие-то такие хрустяты, просто ты их ешь там с кефиром по 10 граммов, просто тут вопрос, сколько ее съесть надо, ну. Мне кажется, она просто забивает тебе желудок, и поэтому ты не хочешь есть. Да, то есть тут два, вот одновременно, конечно, и она забивает желудок, она астматически активна, то есть поэтому она еще больше растягивает кишку, особенно псиллиум, и так еще к тому же влияние через нашу нормальную микрофлору, да. Вот, понятное дело, что это не настолько там прям супер важно, да, если ваша микрофлора изменится, вы не начнете там толстеть, еще что-то, но, наверное, это интересно вот именно в рамках того, что все-таки есть какие-то механизмы, которые через гормональный уровень или вот через нервную систему автономную, через наш кишечник могут влиять на наше поведение, на наши мысли, наше настроение, наше желание, потребности, потому что, на самом деле, там много разных биологически активных веществ выделяется, многие из которых влияют в том числе на эпигенетику, да, то есть, опять же, это уже выходит за рамки воздействия только на эти энтероциты, те же самые короткоцепочные жирные кислоты, они могут попадать в кровь, правда, в маленьком количестве, да, потому что они почти все либо усваиваются самими этими энтероцитами, либо они потом усваиваются почти полностью печенью, но там какие-то проценты все-таки попадают в кровоток и даже достигают головного мозга, и там в основном они связываются с клетками гематоэнсфолического барьера, но некоторые из них проникают даже внутрь и влияют на клетки головного мозга, и это очень интересно, потому что, ну, во-первых, у них такой важный момент, то, что они и на кишечник, и на гематоэнсфолический барьер влияют таким образом, что делают его менее проницаемым, это хорошо, то есть, они стимулируют образование так называемых плотных контактов межклеточных, то есть это значит, что, ну, проницаемость кишечника, это важно в рамках, конечно, каких-то инфекционных заболеваний, а вот проницаемость гематоэнсфолического барьера, это важно в рамках различных нейродегенеративных заболеваний, воспалительных нейровоспалительных заболеваний, ну, и в том числе даже там каких-то инфекций, да, вот, это очень хорошо. Ну, и интересно, что, видимо, там какое-то, какие-то эпигенетические изменения, эти короткоцепочные жирная кислота оказывает уже головную мозгу непосредственно в очень маленьком количестве, но все-таки что-то делают. Это пока вот то, что мы выяснили уже. Наверняка там будет много всяких еще интересных открытий. Наверное, вот если говорить про терапевтическое применение, можно сказать так, что можно ли, например, восстановить нормальную микрофлору? То есть взять, съесть каких-то бактерий и сделать так, что у тебя были хорошие, которые делают то, что нужно. Но оказывается, что это не работает. То есть есть такие препараты, пробиотики, которые содержат именно бактерии. И пребиотики это как бы корм, прикормка для этих бактерий. Это не работает. То есть это не работает в случаях, когда у человека нарушается этот микробиом после антибиотиков, не помогает восстановить его. А почему не работает-то? Это вот хороший вопрос. То есть, наверное, это просто связано с тем, что это было бы слишком просто. А можно я предположу? Можно я предположу? Да. Вот когда мы просто пьем, как говорится, вот у нас, говорит, вот кефир с какими-то бактериями, понятно, он попадает в желудок, а в желудке там такая обстановка очень тягостная. Там кислота, все прочее. И они просто гибнут. А если это заключить в капсулу нерастворимую, которая только в кишечнике будет разрушена, почему тогда нельзя? Тут, наверное, проблема в том, что бактерии не могут просто так вот оказаться и сразу прижиться. Это раз. И два, то, что у каждого человека какой-то свой уникальный микробиом. То есть это... Особенно у жителей города, да, у каждого жителя города свой уникальный микробиом. Там у жителей сельской местности он более-менее универсальный, а вот у городского жителя они очень сильно дифференцированы. А вот фраза уникальная, это значит, что там просто отдельные, ну, как сказать, племена, что ли, живут специфически? Да, то есть это... Дело в том, что там не просто разные виды, да, то есть там разные подвиды. Эти штаммы, их состав, он индивидуален очень. Да, и видимо... Ну, они что... Вот понятно, вот, например, прилетели белые вороны, а их черные не принимают. То есть обычные сели. Вот, у них две национальности такие. А тут-то что? Им же размножаться не нужно, они же размножаются делением, им не нужно в брак вступать. Тут дело в том, что для того, чтобы у человека все было хорошо, да, чтобы у него там не было этого дисбиоза, надо, чтобы у него был именно вот тот состав, которому он сам уже откалибровался, который к нему тоже притерся. Если ему другой какой-то состав сделать, пускай как бы... Да, простите, можно и другое, что значит притерся состав? Ну, потому что, когда мы рождаемся, у нас еще до рождения, у нас стерильная среда в кишечнике, да, и потом, мы, проходя через рядовые пути матери, получая там грудное вскармливание, там, просто контактируя с окружающей средой, у нас начинает устанавливаться какое-то сообщество соответствующее, да, там, в котором уже нужный, необходимый состав этих видов, и кроме того, что, соответственно, он каким-то образом отражает нашу историю, контакт с этими микроорганизмами, да, он, соответственно, и является оптимальным для нашей диеты, для нашего образа жизни, для нашей географии, в которой мы находимся, для нашего пола, для нашего возраста, и там огромное количество переменных. Можно мне добавить один момент, Владимир Иванович? Четвертые серии тоже слышали звон, ну, в смысле, я, не знаю, где он, попадалась мне тут женщина, она иммунолог, она ученая, ну, не доктор, она живет где-то, значит, во Франции, работает, по-моему, где какой-то, то ли не студент Пастера, то ли где-то там, и всякие статейки у себя в телеграм-канале постят, и всякое такое обсуждает. И вот попался мне у нее история про то, что вот дети нынешние, у них недостаточно вот этого микробиома, где они живут, потому что вот если там брать детей, которые живут ближе к природе, там, в деревне, в лесу, или там в какую-то Швецию, там, водили детей, там, каждый день по два часа копаться в грязи, там, в Финляндии, то оказывается, у них вот эта вот ситуация с биомом лучше, и там как-то все это еще, возможно, коррелируется с аллергиями, но про аллергии мы с вами как-то говорили, что вообще, в принципе, если вы живете вот в рамках такого, такого чистенького условного города, где только, ну, вы понимаете, город это довольно чистая среда, там пыль и выхлопы из машин, а так-то, ну, какая там грязюка-то, ни котов, ни собаки только ходят, вот, ни так далее, то там, в общем, для здоровья не очень здорово получается, то есть нет вот этого биоразнообразия, которое вас бы заселило бы в общем в деревне, ну, и все такое прочее, но это я так пересказываю истории, то, что Елена Борисовна услышала, не поняла, но очень хотела рассказать. Это на самом деле хороший вопрос, потому что мы на самом деле не знаем, какой хороший, да, какой плохой, в этом вот как раз проблема, то, что вот эти вот пробиотики, они содержат какие-то вещи, которые мы, ну, думаем, что они адекватные, да, то есть что это нормальная микрофлора, там, не знаю, лактобактерии все любят, да, там, бифидобактерии, там, какие-нибудь бактероиды, мы считаем, что, типа, это вот классно, здорово, вот, но на самом деле у нас нету хорошей нормы, то есть у нас нету нормы кишечного микробиома, потому что, опять же, в разных странах оказывается, что в популяции, то же самое, как они генетически отличаются, у них отличается микробиом, и вполне возможно, что здесь есть какой-то элемент коэволюции, который связан с тем, что и климатические условия, и генетические условия, вот они привыкли к тому, что вот наше взаимное существование с этими бактериями выработало какой-то такой вот универсальный вариант. И, да, и здесь вот, ну, единственное, что говорят, да, вот, что надо, чем больше всякого контакта с бактериями, тем лучше. Это, правда, никак не верифицировано, да, то есть не было же таких исследований, да, чтобы там росли дети, которые в грязи копались, да, и специально отдельная группа детей, которые не копались в грязи, вот я имею в виду, не корреляционные, да, не наблюдательные, а вот именно чтобы мы специально этих детей одинаковых отобрали и сказали, вот ты копайся, ты не копайся. И чтобы потом посмотреть, что у них будет, во-первых, с микробиомом, да, насколько он у них будет отличаться, а самое главное, посмотреть, будет ли у них какая-то разница по заболеваемости, то есть кто из них будет больше болеть, меньше болеть, потому что, действительно, там микробиом связан с иммунной системой очень хорошо, это, у него есть такая функция иммуномодулирующая, и, видимо, это влияет... Вообще, знаете, Владимир Иванович, я сейчас наблюдаю, все-таки вот, ну, я не хочу звучать, как баб Лена, но вообще у меня, кажется, в моем поколении тоже много аллергиков было, но сейчас какое-то просто нечеловеческое количество аллергии я вижу у людей, но просто там, ну, то есть и серия у меня, если было 2-3 человека из группы, у которых была аллергия, ну, то есть очевидно, что там один мальчик аллергия на орехи, у девочки, значит, поленос, там сопли и так далее, на цветение, там березы или там какой-нибудь там акации, а сейчас у меня у студентов там у 60% поленоса в мае начинается, то есть они все с этими капельками, значит, со всеми, значит, этими вещь, таблетками, ну, очень много, то есть, не знаю, это как статистически, отслеживаются, может, конечно, мне такие просто подбираются студенты, плашные аллергики, вот, ну, не знаю. Ну да, тут просто можно это по-разному объяснить, да, то есть можно сказать и так, что это какая-то генетическая отбор уже идет, да, то есть возможно, что это предрасположенность просто у людей такая, и их больше становится таких людей, может быть, это связано с тем, что появляются какие-то новые аллергены, которых раньше не было, которые как-то дестабилизируют иммунную систему человека, может быть действительно это вот связано как-то с микробиомом, но не обязательно из-за того, что они там в грязи не копались, да, в детстве и не контактировали с бактериями, а потому что, например, люди чаще стали контактировать с антибиотиками, с антимикробными препаратами, там, еще какими-то вещами, да, вот, а возможно, да, то есть это какой-то элемент, связанный там с порочным кругом того, что там человек подозревает или ему ставят, что у него аллергия, он начинает использовать какие-то препараты противоаллергические, это, и как только он там, он становится в зависимости от этих препаратов, там, не знаю, от каких-нибудь, например, спреев нос, да, и когда он перестает их принимать, у него сразу закладывает нос, он начинает течь, и он думает, что это там аллергия у него тоже, да, вот, то есть это сложно, то есть это, мы действительно есть такой тренд, и тренд на то, что у людей, в принципе, становится больше воспалительных, таких аутоиммунных и ауто воспалительных заболеваний кишечника, типа болезни крона, не специфического язвенного колита, и это... Ну, еще научились все-таки выявлять, потому что до этого с выявлением... Ну, да, вот это может быть и выявление, да, с другой стороны, действительно, там, тяжелых форм стало больше, чем раньше, мы видим, что в разных странах заболеваемость гораздо выше, чем неразвитых, и, возможно, это связано с тем, что, да, вот эти вот микробиом или даже паразиты, в широком смысле, то есть там даже ленточные черви, что они подавляют иммунную систему, стенки кишки, то есть они как бы ее держат в узде, лишний раз они ее седируют, и поэтому этих воспалительных заболеваний не происходит. А когда человек, он от них избавляется, да, или не встречает их, у него их нет в кишечнике, они, соответственно, поднимают голову, ну, и начинают там... Эта иммунная система как бы сходит с ума от того, что ее лишний раз никто не укращает от этих микроорганизмов. Такое, конечно, тоже может быть, вот, но, да, вот опять же сейчас проблема с тем, чтобы было достаточно данных на людях. Да, вот сейчас была такая история с тем, чтобы появилась операция по пересадке кала, то есть как раз которая впервые появилась в рамках лечения заболеваний кишечника. И в основном она делается людям, которые очень ослабленные, которые, например, там проходят какие-то сеансы химиотерапии тяжелой, у них там тяжелые нарушения в работе кишечника. Интересно, что в этих операциях было несколько смертельных исходов. Слушайте, а ты как? Я думал, типа колоноскопии, почему смертельный исход-то от этого? Ну вот как раз да, потому что, например... Там же режут, что ли? Не, это действительно, ну просто, во-первых, сама колоноскопия несет риски, а во-вторых, это наркоз, и это непонятно, собственно, когда что-то вводится в толстую кишку, это может прилить, потому что там может начаться какое-то воспаление, перфорация может случиться и так далее. И, например, в США сейчас FDA, она приостановила клинические испытания на людях. Вот мы поели чего-нибудь, нам в кишку попало, и вроде как, ну, в крайнем случае, там, ну, какая-то будет неисправность. Ну, это, да, это как раз возможно. Проблема именно в том, что это были люди, ослабленные с онкологическим заболеванием, пожилые, с химиотерапией, то есть, ну, все равно, но FDA, она как бы перестраховалась, она такая, ой, мало ли что, да, вот. И, на самом деле, идея о том, что с помощью, там были такие истории, что типа давайте с помощью пересадки кала лечить аутизм, давайте с помощью пересадки кала лечить болезнь Паркинсона, вот, и первоначально, там, доклинические пилотные испытания, они вроде даже показывали, что есть эффект достаточно большой, но, когда, собственно, это все перепроверили, сделали группу побольше, оказалось, что никакого эффекта нет, то есть, и на... Может быть, знаете, Владимир Владимирович, а там не может быть такое, вот, это я разговаривала с одной девушкой, она онколог, и она говорит, ну, то есть, вот как сейчас, ну, какое раковое лечение самое лучшее, то раковое лечение, которое тебе подбирает, как бы, генетическим путем, да, то есть, когда под тебя делают тагетную терапию, условно говоря, и, по сути говоря, может быть, кому-то этот пересадок кала помогли бы, но вопрос, как бы, как и кому, вот, и... Ну, тут вопрос в том, что, наверное, так-то чисто вот интуитивно кажется, что проблема с микробиомом может быть связана с какими-то заболеваниями кишечника, в том числе, это может быть даже профилактика каких-то онкологических заболеваний у определенных пациентов, вот, но вот эта вот идея о том, что микробиом, его состав, может вызывать аутизм, ну, то есть, там какая идея, да, то есть, это идея о том, что даже если это работает, там есть там работы на мышиных моделях, да, там, которые вызывают у них там социальную тревожность и прочие вещи, что, ну, грубо говоря, нарушение микробиома нормального в ранние, там, месяцы жизни у этих мышей нарушает развитие мозга, соответственно, да, вот, и поэтому у них развиваются аутизмоподобные симптомы, но тогда непонятно, окей, да, то есть, ну, все, мозг-то сформировался, как теперь вот пересадка кала, восстановление микробиома может эти изменения изменить, то есть, откатить надо, они же не могут после уже, там, не знаю, когда мы говорим там про подростков детей, да, или просто, да, это уже там уже там десятилетних, там, семилетних детей, тем более взрослых людей, да, как это может, вот, как этот микробиом может, что он с ним может сделать, там, развитие мозга остановилось, даже если он влияет на него, откатить это уже невозможно, поэтому, да, это как бы под большим вопросом, и вот как раз тоже мы видим там с шизофренией, там, с болезнью Паркинсона, да, то есть, это как бы такое очень модное направление, часто исследования, которые там делаются, они без контрольной группы, без нормальной, там, без плацебо-контроля и прочих вещей, вот, и поэтому, да, поэтому действительно, пока каких-то обнадёживающих результатов мы не видим, при том, что какой-то всё равно эффект на наше поведение, как мы видели, это всё может оказывать. Ну, то есть, как всегда, то есть, бесполезно там, не едим сыр, что там ещё, выкидываем глютен, это вот сейчас борьба с глютеном продолжается, потому что мы слишком много едим глютена, мы слишком, это, я просто смотрю и думаю, милая моя, ты живёшь в средней полосе России, там, ну, славянка или там финоугорка, но у тебя другого варианта нет, твои предки вынуждены жрали глютен, лебеду и прочую фигню, ну, ты не ела там мясо килограммами или там какой-нибудь там, не знаю, киноакрупу, ё-моё, ну, не было у тебя киноакрупы там никакой, бобы максимум были, и то, кстати, не факт. Да, ё-моё, говорю. Ну, да, но зато там есть что в инстаграме, запрещённо в России социальные сети рассказать. Да, могут там. Вот, ну, в общем, вот такая, да, вот такая вот история. Наши зрители могут написать свои истории по тем диетам, которые они пробовали и, соответственно, как они себя чувствовали после них. Я могу сказать, что я пробовала всё. Я пробовала безглютеновую диету, я не ела молоко, я не ела вообще никакие молочные продукты, плюс я не ела глютен. У меня была борьба с аксакной, что-то там фастфуд не ела, сладкое не ела, в общем, короче, товарищи, всё фигня, как говорится, надо давай по новой, да, как... Как говорила моя бабушка, а твоя прабабушка, всё полезно, чтобы рот полезло. Да, потому что, в общем, помог мне только курс ретинола, вот, поэтому, в общем, все эти истории на тему, что вот питание, но, естественно, я была в жуткой депрессии, то есть, когда ты не приходишь, ну, как бы, поесть тебе нечего, вот, там ещё была отдельная тема, что надо бы ещё посуду отдельную завести, чтобы там, не дай бог, ты в этой посуде готовишь, а там в ней кто-то когда-то вводил глютеновое, но тут я всё-таки была достаточно бедным выпускником вуза, и я решила, что я пока не буду так извращаться. Понимаете, Владимир Иванович, вот чем, как бы, стримы с вами приятны мне и неприятны окружающим, тем, что, знаете, люди-то вам уже расскажут, что надо просто есть правильно, и вот, ну, трициологический какой-нибудь там паспорт создадут, а вы рассказываете, что непонятно пока, непонятно, работает, не работает, есть, не есть, надо ли там, а там люди уже калта катаются, пересаживают, по-моему, в Новосибирске пересаживают его где-то там, или где-то ещё. ну, если им помогло, если они чувствуют себя лучше, так пускай, можно только порадоваться за них. Помогло вам, окей, здорово, мы не злодеи. А вот как-то быть донором кал, это как прибыльно, а то, может, мне сейчас сведет. Ну, Борис Сергеевич, надо на супер, специальной какой-то диете долго сидеть. Я боюсь, Борис Сергеевич, ваши не возьмут, вы уже стали. там, там, наш, наш точно не подойдёт, нам надо какие-то там супер, супер ребята, которые там годы сидят на правильных диетах, там, включают музыку свою. Зато там столько этих самых микробов живёт, они сразу там завладеют жизнью. Сразу жизнь завладеют, всех победят, и начнётся борода расти, знаете, у всех, и физику. Борода-то, борода-то не от микробов. Ну, мало ли от чего, но борода... Борис Сергеевич, вы так уверенно говорите, уже завтра появится статья, где скажут, что это от микробов всё, борода от микробов, нормальных людей. Очки у человека появятся, они станут профессором, то есть это всё. Он будет омерзительно лыс и восхитительно очкастый. Омерзительно очкастый, безобразный лыс. Вот так вот это, да? Отвратительно толстый. В общем, как-то всё непонятно, вся эта история, конечно, очень грустная она в этом плане, потому что, как бы, знаете, тут просто заходишь в какой-нибудь там подкаст, кстати, вы тут тоже ходили на подкасты, всё интересно рассказывали там про депрессию, я слушаю, мне рекомендуют YouTube замедленный в Российской Федерации, вот, но вот, а потом там заходишь на этот же подкаст или другие, а там уже всем всё объяснили, что вот сахар-то есть не надо, он вообще там вредный, то-то есть не надо, так-то надо делать, все болезни сейчас излечат, всё хорошо, а потом послушаешь вас и такой, а, нет, ничего не хорошо, и так, знаете, я в этом плане очень довольна, то есть, знаете, во мне всё-таки спит такой человек немножко с такого, знаете, средневекового сознания, который такой, помни о смерти, моменты моря, ничего не будет хорошо, как пела, ничего вам не поможет, это самое, а там, наверное, какая-нибудь гвинетт пилтро, уже какие-нибудь там, кал чей-нибудь перемалывает в порошочке, запихивает в колбочки и продаёт... А, вот слушайте, слушайте, как эта пересадка кала какого-нибудь знаменитого человека. А, ну да, ну так есть. Слушайте, у меня же на YouTube... Варь Сергеевич, мы как блогеры, да. Можно предложить моим зрителям в пакетике упакованной, знаете, как это, в вакуумной упаковке, кал мой, а, слушайте. Да, давайте. Дорогие зрители... Я буду вам высылать его, значит, по, как это, спецсвязь-то у нас есть всякое. Я тебе даже расскажу, у нас есть ещё сушилка для овощей, которую никто не пользует. То есть сушёный кайл мой, да? Да, да, да. И ты можешь ещё рассыпать это по таким, как это, как это называется, в такие колбочки, чтобы можно было принимать их сразу, вот. И вот, и, в общем, да, потом тебя разоблачат, что ты... Вакуумная упаковка. Нет, не вакуумная, как это называется, в капсулы рассыпать, ну, в капсулы, капсулы, да. Вот, и всё. Понятно. Суть, я буду записываться, да, я вот этот, как раз, значит, это видео употреблю на то, чтобы вот рекламировать раздач, как это, мерч, мерч, да? Мерч? Борисович, вы так сказали, некоторые люди на Ютубе, они примерно вот такой контент и делают, если посмотреть на качество их роликов, там. Ну, у нас качество роликов тоже не очень высокое, так сказать. У нас тоже качество записи так себе, ничего что. Да, ну, я имею в виду по содержанию, по содержанию, то есть, по сути, они уже продают кал, так что. А треш-тима запретили, да, это всё. Нет, ну, кстати, товарищи, по поводу всяких других вещей, погодите, вот мы покажем вам фонцы в начале, но это же котики, вот им три месяца, они уже большие, мы сегодня видели корни Шрекса в больнице, ну, мы им ставили прививки от бешенства, ну, посмотрите, ну, это же просто, ну, красавчик, красавчик, это мальчик, это мальчик, который, которого все зовут этим, как его забыл, зовут-то, Алдувайц, Алдувайц. Это Алдувайцем Барсика звали, ты путаешься. Нет, вот этого зовут Алдувайцем сейчас, как Алдувайц, спрашивают меня, ну, как-то обозвали Алдувайцем. Он Шунечка, вот Шунечки ушки, он будет большим котиком, очень умным. Я какое-то другое имя придумывал, Мурзик, чуть было Барсик не назвал, ну, вот. У него есть сестра Муничка, вот, но она на самом деле черепяка. Она тихая, хорошая кошечка, тоже с ушками, вот, так что... Кричала и скандалила, когда ей укололи. Ее не когда ей укололи, когда ее везли туда, она кричала. Да, везли туда, а этот очень себя ведет спокойно. Он на маму похож, мама у него тоже спокойная такая, очень спокойная. Ну, да. Пришла к нам жить, говорит, буду вас жить, все. Да, они теперь живут у меня на кровати, но ночью иногда из-за кровати они так высовываются, как черти, вот так вот, два мелких. Они иногда ко мне бегают, приходят ко мне бегать. Это потом тебе, да. Потом я их выдворяю, они приходят к тебе жить, да, то есть, когда их выдворяют. Ну, посмотрите, ну, красавчик, ну. Ну, ведь нужно же кому-нибудь такой. Кошатик. Он рыжий тем более, рыжий, рыжий, да, рыжие это особенные коты. Да, они очень ласковые, нежные такие, прекрасные, да. Вот, ну, товарищи, в общем, подпишитесь на Владимир Ивановича, на его... Записывайтесь в очередь на мой кал, пожалуйста. Не надо. Да, всем не хватит. Подпишитесь на Бусти и телеграм-канал Бориса Сергеевича. Чем вырабатывать? Подпишитесь на Бусти и телеграм-канал Бориса Сергеевича. Донатьте Владимира Ивановича и Бориса Сергеевича, потому что эти люди одни, одинокие, на холоде стоят и, в общем, развлекают вас, просвещают на Ютубе, на других платформах. Поэтому помогите. Ютуб вообще срезал монетизацию. Даже те жалкие там 200-300 долларов, которые можно было получать Владимира Ивановича коты. У нас коты. Поэтому, в общем, донать всем посильно. Вот у меня это самое еще есть Рутуб, Яндекс Дзен. И вот, да. А Ютуб еще срезал. Монетизации просто нет. Поэтому... Некоторые мои зрители не могут Рутуб, Ютуб смотреть. Вот для них Рутуб и Яндекс Дзен. Да, и еще просто рекомендуйте видео своим друзьям, потому что теперь нас никто не может, никто не рекомендует никому. А может, все-таки не Валя Калановал, чтобы танцевать с песенками, да? Вот. Мы хорошо относимся к Вале Калановалу, просто мы говорим, что мы не такие красивые. Вот. И я танцевать вообще не умею. Поэтому, в общем... Я там учен танцевать, стрелять многим другим вещам. Входил в мое... Смотрите, ну красота же. Ну это же просто... Кот красоты. Ой, какой ласковый. Как ласковый. На тебя смотрит, да. Вот он. Да. Он хороший. Малыш. Малыш. Да. Маленький малыш. Да. И всего три месяца ему. Но он большой. Он просто с корниш-рексом, он просто огромный. Такие лапи, лапищи. Но усы короткие. Вот, кстати, усы какие-то ралкие. У нас у Ландау жалкие. Нельзя в присутствии кота такие вещи говорить. Ну, не в Ландау. Очень широкие усы у нас. Лев Давыдович у нас есть такой. Да. Да, Лев Давыдович. У нас 8 котов теперь. Поэтому, товарищи, либо заберите вот у нас красотунцов, либо присылайте деньги на кормление 8 котов. Они живут... Да, и на выработку кала. Промышленных масштабов. Промышленных масштабов, да. Все. Большое спасибо. Ставьте лайки. Спасибо всем большое. Да, давайте. Хорошего вечера. Заканчиваем запись. Да, заканчиваем запись. Пока.